Андрей открывает дверь в свой дом и приглашает вовнутрь. Но вместо аромата свежей выпечки нас окутывает запах гари. Все равно отсюда начало гореть. В принципе, ветра большого не было. И сюда, сюда, сюда. Ну, как говорил Василий Максимович, пожарные приехали, не получается. Здесь уже как бы спасать было нечего. Ну, это я уже знал заранее, потому что горело очень... Здание деревянное, куча вещей, дерево. Горело все очень быстро. Несколько раз супруги заходили в пылающий дом и пытались вынести хоть какие-то вещи. Забрать удалось немного. Здесь у нас стояла стенка и в барном отсеке были документы. Здесь вот был диванчик, он был разложенный. Жена схватила документы, бросила сюда. Я пока уже выносил телевизор, я видел, что уже эта сторона дома, уже пламя, шифер стрелял. Пламя уже поднималось над крышей, то есть уже был такой пожар. Ну, я понимал, что уже все. Андрей и Маргарита военнослужащие на службе провели полжизни. Своё жильё в Красной Сёлке получили пять лет назад. Здесь же родилась и их долгожданная дочь. Ещё недавно на этом месте находилась детская комната. Сейчас обугленный потолок и обгоревшие стены. А вот здесь находился широкий шкаф-купе, который после взрыва откинуло на детскую кроватку. Трагедию удалось избежать только потому, что двухлетняя Арина в это время находилась в детском садике. Очевидцы подозревают, что пожар умышленно устроил сожитель одной из соседок. Именно в её квартире началось возгорание, а у мужчины якобы был личный мотив. Эту версию сейчас проверяет следствие. Я хотел увидеть, что здесь, с этой стороны, что творится. Так выскочил вот сюда, где машина у нас стоит. Я видел, что стоял этот пожарник, вот так, по пояс оголённый. Вот. И что-то так смотрел на этот дом, который пылал. Теперь Новиковым предстоит начать жизнь с чистого листа, без средств своей жилплощади и личных вещей. Андрей рассказывает, за неделю огромное количество знакомых и незнакомых людей уже вызвались помочь. Благодаря им семья смогла снять жильё, но денег всё равно не хватает. Оказать финансовую поддержку семье военнослужащих с маленьким ребёнком можно, перечислив средства на карту, реквизиты которой вы видите на экране. Лилия Горопашная, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.